Ну и продолжая главную тему последних дней, подготовку к Новому году, в Центральном парке Люберец открылась резиденция сказочного волшебника. Ребят ждали конкурсы, танцы, горячий чай с баранками и мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки. Здравствуйте, гости дорогие! И от снов здесь вы, вместе с нами! По своим внучатам Дед Мороз скучал не меньше, чем детвора по сказочному волшебнику. Говорит, всё лето готовил им подарки, придумывал конкурсы и развлечения. Много гостей ждём, чтобы посетили нас, поговорили, стишки прочитали, да поделки забавные с нами поделали. Можно будет сделать под руководством нашей снежной красавицы прекрасную, замечательную, лучезарную ёлочную игрушку своими руками, между прочим. В день открытия резиденции в Центральном парке пообщаться с Дедом Морозом, Снегурочкой и Зимушкой-зимой пришли не только дети, но и взрослые. В уютной избушке они смастерили ёлочную игрушку, рассказали стишок и загадали желание. Напрямую, без посредников. Не знаю, игрушку мягкую какую-нибудь. Ну и чтоб родители здоровы. У Люберецкого Деда Мороза две резиденции в Центральном и Наташинском парках. Помимо мастер-классов, ребята могут сфотографироваться со сказочным волшебником и его помощниками, а также написать письмо с желаниями. У нас есть централизованный ящик Деда Мороза, который находится в Наташинском парке. Туда могут детишки сбрасывать все свои пожелания. Также у нас в каждой мастерской Деда Мороза в Центральном парке и в Наташинском предусмотрены дополнительные ящики для писем. Мастерские будут работать в выходные дни практически до наступления Нового года. Посетить их сможет любой желающий, но по предварительной записи.